Все равно Ницше — это продукт своего времени и своей социальной и культурной среды. Хотя, с другой стороны, явно, как бы сказать, материал. С другой стороны, если мы прям вот глубоко копаем в его взгляды, то, конечно, он мыслитель скорее языческий, чем христианский. То есть его точки зрения в том божественность, что существуют боги, а не бог, и, в общем-то... Кстати, я бы здесь еще поспорил относительно «существуют боги, а не бог». Это Заратустра. Я бы здесь тоже поспорил про язычество, просто потому, что у меня, на самом деле, Ницше, как, знаете, скорее, атеист. Кто видится? Да ладно. Просто потому, что бога нет, бога нет, бога нет, бога нет. Потому что, опять же, можно прям напрямую цитировать Заратустру, и да, окей. Есть одна цитата про то, что мы убили бога, и есть 50 цитат о том, что бога нет. Некоторые такие высказывания, что бога нет, сопровождаются тем, что... Ну, там, про богов, да, есть высказывания о богах у Ницше. Так, при этом, на самом деле, не до конца понятно, что Ницше имеет в виду в эти самые моменты, просто потому, что, блядь, он эту хуйню не проясняет от слова совсем... Ну, то есть... Не, может быть, Ежи отошлет нас каким-нибудь письмом. Каким-нибудь письмом, может быть, отошлет. Это было бы интересно, где Ницше буквально признается в том, что он язычник. Но если мы просто почитаем Заратустру, ну, блядь, у него там боги есть, блядь, богов нету, бог умер, и так далее. У меня на него стоит... Богов нет. Вот. Ну, вы понимаете. Лучшая вершина религиозной мысли, с его точки зрения, это не христианство, а олимпийский пантеон богов и героев. О, окей. Он для своей метафизмы. Это не делает его язычником напрямую. Ницше можно вполне легитимно считать поклонником бога Диониса, либо вовсе его... Да, блядь, Дионис скорее образ, я не знаю, ну, типа... Ну, типа, камон, блядь. Это знаете как, блядь, мне нравится образ Ареса, Арес пиздата. Я в Арес, конечно, не верю, но, блядь, охуенный мужик, блядь, судя по мифу. Зевс, мне нравится Зевс. Зевс заебись, он, блядь, крутой, мускулистый, там, король, все дела. Какой он охуительный, баб ебет направо-налево, прям. М-м-м, настоящий мужчина, блядь, да, хочу быть как Зевс, нахуй. Ну, то есть, как бы, вот в таком духе, и я не вижу никакой необходимости рассуждать о том, что, как бы, Ницше язычник, и ввиду этого он поклонник... И он, потому что он поклонник бога Диониса, ну, такое. Ну, тут вообще важно понимать, что если ты вот говоришь о, собственно, механизме, то Ницше это же скорее как образ использует. То есть, ну, он использовал мифологию, где у него Аполлон... Да, образ вышел из-под контроля в какой-то момент. И Дионис, соответственно, да, Дионис Мак. Ну, это уже к поздней части творчества Ницше, он вышел из-под контроля. Ну, это действительно так, блядь, но... Ну, блядь, давайте забудем, а то в тот момент, где Ницше, так скажем, пил мочу и приветствую Шуе. Ну, это правда, да, в итоге он ёбнулся же, Ницше. Я просто, я обычно не учитываю тот период, где он ёбался. То есть, соответственно, да, уже в римской мифологии он живак вроде будет. И здесь эта параллель, она у него сугубо образная. То есть Ницше, скорее всего, не особо разбирался и в Аполлонических всяких традициях, и, собственно... Да, да, охуенно. Вообще не особо не разбирался. Человек, который 24 года стал профессором Базильского университета, доктором наук в области классической греческой филологии. Да, он, конечно, не разбирался в этих кульциях. Ну, слушайте, это когда было, во-первых. И сколько информации об этих культах было тогда, нормальных. Нормальная информация, имеется в виду. Ну, то есть, опять же, одно дело, это когда мы сейчас разбираем эти культы. Другое дело, это когда Ницше разбирал эти культы. Причём, будучи филологом. Филологом, блядь, вообще-то филологом. Это несколько другое. Ну, не тот уровень разбирательства, имеется в виду. А, тут как бы такое. То есть, если сейчас человек станет... Да даже если сейчас человек станет, не знаю, профессором по филологии, причём ориентируясь на греческую традицию литературную, вообще-то не факт, что он будет хорош в религиоведении, будет реально разбираться в культах. Даже сейчас не гарантированно, на самом деле. А тут Ницше, который жил, собственно, в 19 веке. Ну, такое, блядь, такое. В культах, про которые постоянно писал, значит, кучу книг. Блядь, Ницше писал кучу, блядь, кучу книг, наполненную его собственными манифантазиями, как ни странно. И это неплохо, это, если что, неплохо. Насколько мы, в принципе, знаем, историографичность Ницше на не очень высоком уровне находится. Ницше, в принципе, очень любил мифологизацию, и, скорее, он даже сам тяготел создавать миф на некотором таком, собственно, пустом-непустом месте. Ну, в общем, он мог просто взять, посмотреть на какой-то около такой, знаете, исторический эскиз, условно, как оно там было устроено, из этого уже выдумать какой-то свой пласт объяснений. То есть для Ницше это вполне было свойственно. Весь ранний Ницше, он буквально про это, про греб. Да, но это не религовические работы, он не разбирается в этой теме на вот таком вот уровне, на котором не то чтобы следовало, даже вообще непонятно, на каком уровне тогда можно было эти культы изучать тоже. То есть, ну, хуй знает. Грецию древнюю. Хотя, может быть, Шадов что-то другое имеет в виду сейчас? В птических, так скажем, дионисийских традициях. Он просто создал два радикально противоположных друг друга образа. Один образ порядка, то есть образ Аполлона, второй образ, собственно... А, нет, ну, это культурологическая тема. Опять-таки, то, что Ницше писал на тему древнего Греции, оно не исчерпывается произведением рождения трагедии из духа музыки и вот этими, значит, культурологическими константами, какими-то и противопоставления апполонистического и дионисийского, которые во многом носят такой номинальный характер. Тем более, что сам Ницше потом отходит от этой оптики. Так что, не, не, он на самом деле много чего понимал в древней Греции. Ну, понимал много чего в древней Греции, это один тезис. Конкретно разбирался в культах на уровне религиоведа какого-нибудь, ну, и мог эти культы как бы возродить, это уже немножко другое и даже множко другое, на самом деле. Одно дело это разбираться в этой теме как религиовед, я не знаю, кстати, когда религиоведение как дисциплина появилось, возможно, его даже тогда и не было. Ну, не то чтобы очевидно, но, вероятно, его тогда и не было. Может быть, и было. Я не знаю, честно говоря, была ли тогда дисциплина религиоведения, но филология тогда была точно. И филологический подход, простите, это подход тотальный, блядь, ебанутый хуйни. Если вы сейчас дадите какому-нибудь обоссанному, тупому филологу разбираться в чем-либо, и дело даже не в Ницше. Ницше не тупое, но все же, да. Филологическая методология, она, мне кажется, не особо позволяет разбираться в культах, она работает немножко на других основаниях, и она не для этого нужна. Она скорее для того, чтобы разбираться в литературе, с художественной точки зрения, так скажем, да, с точки зрения поиска интерпретации даже, опять же, при том, ну, времена Ницше, она могла быть несколько по-другому устроена, потому что, ну, в то время как раз герменевтика как дисциплина, она становилась, она в процессе становления такого сурового находилась, это прям вот вообще фундаментальное восстановление. Так что тогда филология могла сильно иначе. Вот. Ну, опять же, опять же, Гомер — это не какой-то Владислав Культ, понимаете, это не религиозная какая-то штука, и, соответственно, ну, что Ницше мог реально знать про аполлонизм и, собственно, дионисийство какое-нибудь? Что он реально мог знать, как бы? Вот вопрос возникает. Что тогда реально знали, во-первых, исследователи? Были ли эти исследователи вообще в принципе? Ну, и так далее, так далее, так далее. И в этом плане Ницше оказывается, ну, вот, не самой лучшей ситуацией, наверное, как знаток этих самых культов, ну, и высказывание о том, что он не был прямым последователем этих культов, просто потому что, блядь, ну, по сути, наверное, да, не особо в них разбирался, это нормально. Он не очень особо в них разбирался, просто по одной простой причине. Вероятно, тогда вообще не особо в этом разбирались. Не то, чтобы были какие-то серьёзные источники, исследования, какие-то религиовические студии серьёзные прямо, да. Опять же, скорее всего, дисциплина религиоведения, она где-то в 20 веке расцветает. Скорее, скорее всего. Историю религиоведения я, в принципе, не помню. Если приблизительно там историю культурологии ещё можно себе представить, вообразить. И Ницше, кстати, здесь он чуть ли не у истоков стоит. Ну, то есть, у истоков дисциплины. То есть, вообще, культурологические студии во времена Ницше, это тоже, знаете, такое себе, потому что они как бы... Ну, нет, ну как у истоков дисциплины? Можно истоки дисциплины усматривать и в эпохе Возрождения, да и даже у Платона, Аристотеля, можно поусматривать эти истоки дисциплины. Но Ницше, он, наверное, такой один из тех людей, который оказал влияние на последующих культурологов. И вот он один из последних людей, который до культурологии оказал влияние на культурологов. И до культурологии же это что, было же? Ну, блядь, люди сидели, фантазировали о том, как были устроены разные, в кавычках, культуры. Я здесь слово культура произнесу просто из-за того, что... Ну, в кавычках я это произношу, потому что, ну, не так терминологически это слово нормально определялось, да, как бы... Ну, культура и культура, как бы, да. Культура это как-то... Яблочная кожура над раскалённым хаосом. Панитше. Здесь, в общем-то, всё довольно неоднозначно. Здесь всё довольно неоднозначно. Это, в принципе, основной предмет его изучения, в общем-то, был. Ну, да, из минусов он филолог, и из минусов это век, в который он, собственно, существовал. И мне кажется, какой-нибудь рандомный там Вася Пупкин из религиоведческого какого-нибудь факультета какого-нибудь, блядь, тюменского вуза внезапно, да, будет разбираться в вакизме каком-нибудь лучше, чем Ницше. Ну, просто, блядь, потому что даже в этом тюменском институте, если он занимается вот этой темой, вот этот религиовед, у него сейчас и книги более хорошие, информации больше, и вообще как-то оно всё получше. С третьей стороны у нас есть великий религиовед Никита Образцов, который, записывая огромную лекцию по буддизму, да, это я, который, записывая огромную лекцию по буддизму, так до сих пор и не разобрался. Соответственно, в буддизме. А, блядь, да, бывает. Ну, ладно, с другой стороны, Никита Образцов никогда и не был буддологом. Ну, ладно, давайте так, какой-нибудь рандомный буддолог, вот такой вот средней руки, из Тюменского вуза, который занимается исключительно буддологией, вот такой вот религиоведческой, либо культурологической, либо даже философской, будет знать намного больше, чем какой-нибудь, ну, не знаю, условный Шопенгауэр или просто какой-нибудь рандомный филолог в прошлом, 200 лет назад, когда информации про буддизм было значительно меньше, когда представление о культах было значительно меньше, когда текстов было значительно меньше обработано, когда было меньше методов, то есть образ Диониса, вот, как-то так. Но я бы не сказал, опять же, что он прям их как-то реализовал, с другой стороны, в принципе, вот концепция воли к власти, она, ну, какой-то всё же... Но, с другой стороны, представление Ницше об этих вещах, это представление образованного человека 19 века, то есть... Вот о том я и говорю, это более, как бы, простая штука, более простая штука в данном случае, и... Это Сакрамар, да. Я не уверен, в принципе, что этого было достаточно для того, чтобы стать каким-нибудь представителем дионисизма, да, чтобы уверовать, так скажем. Ну, и в конечном итоге, в конечном итоге, если бы мы прямо сказали, что Ницше просто интерпретировал, в общем-то, движение Диониса в современной философии, и мне бы тогда пришлось сказать, что Ницше не был философом тогда, наверное. То есть, если Ницше — это просто филолог, который буквально спиздил концепцию практически полностью у, ну, в общем-то, вот сторонников Диониса, так скажем, да, фанатиков Диониса, ну, пизда, короче, была бы, но это, судя по всему, не так тоже. Ницше в этом плане крайне продуктивен, и у него крайне продуктивная интерпретация, трактовка, что вполне в духе филологии практически любого времени, и в итоге филология тоже скатится полностью в герменевтике, которая базируется на методе бесконечных интерпретаций, соответственно. То есть, тут мы можем сидеть и бесконечно интерпретировать, уже в более поздней филологии, когда уже герменевтика, уже понятно, что с герменевтикой делать, и какая она, ну, приблизительно, да, какая она там устоялась. Вы можете накидывать интерпретации практически бесконечно, и в этом плане филолог это, ну, это не то, что, не тот человек, который должен исследовать религии явно. Даже, наверное, классический филолог девятнадцатого века вряд ли является тем человеком, который должен, ну, может, качественно, с точки зрения правдоподобности, по каким-то более-менее правдоподобным методам это все разложить, потому что в то время и методов-то этих, скорее всего, еще и не было, как бы. У него, наверное, из всех черт, которые его хоть как-то объединяют с христианством, это, ну, наверное, его некоторое такое вот позитивное... Ницше нравился Достоевский, но и не его православие, скажем так. ...отношение к страданиям, то есть, да, то есть, если у христианства определенная стратегия дается сражение с, собственно, страданиями, да, то есть, вот как их принимать, воспринимать, Ницше, он тоже... Так, лучше бы провели игра с Тимс Хандушей. И во что бы мы играли? ...уже не за то, чтобы, как, например, буддисты уйти от страданий, да, соответственно, вот в нирвану, соответственно, уйти куда-нибудь там от страницы и, собственно, от всех привязанностей уйти. Ницше, как и христиане, здесь действует по несколько обратной стратегии, и это есть какая-то такая общая культурная... Но какая цель страданий по Ницше? Ну, слушай, во-первых, это может закалять человека, делать человека лучше. Ну, это, я бы сказал, как это называется-то? Это скорее... Ну, страдания нужны в этом мире, чтобы мы как более высокую ценность воспринимали, в том числе те эпизоды, когда страданий нету. Кстати, и вот вы... Вот то, что сейчас озвучил Ницше, это противопол... О, Ницше. Ежи. Это противоположно позиции с Шопенгауэра. Ну, а так, да, вообще это как некий шлифовальный камень для... Как кто редиск украсит. Лезвия. Крот из чешского мультика. Да. Из которого кротовуху потом сделали, и нам сегодня видео заказывали про это. Спасибо за донат. Ежи поздно про кротовуху заказывают, она же вроде уже устарела. Да, то есть как бы страдания понише... А-а-а-а! Это может быть старое видео в очереди Ежи. Ха-ха-ха-ха! Знаете? Его заказали когда-нибудь там полгода или там два года назад, когда кротовуха была в моде. И наконец-то очередь дошла до кротовухи. Такое же тоже может быть. Такая шлифовка, короче, как бы... Камень, не камень, не человек. Кто не убивает, то делает нас сильнее. Проще говоря, что нас не убивает, делает нас сильнее, да. Человека затачивающего лезвия. То есть субъект это лезвие, а значит страдание это точильный камень. Ну и у христиан оно в принципе тоже очень похоже. Это вот... Это, наверное, одна из таких фундаментальных черт сходств. Только по Ницше сила это одно, а по христианству сила это другое, как ни странно. Если вроде бы страдания и страдания и тут и там это необходимые элементы системы, вот, избавляться от них не то, чтобы нужно, ну, в христианстве ты принимаешь страдания, только в христианстве принимая страдания ты становишься христианином. Ну, то есть по Ницше ты падаешь вниз получается, а по Ницше принимая страдания ты как бы делаешься сильнее. И, честно говоря, это тут, видите, тут такое расхождение уже прям на базовом уровне получается. Сходство, позитивное отношение к страданиям, ну, как позитивное, Ну, вот такое вот, да, у страданий есть определенная функция, с которой нужно иметь дело, в общем-то, потому что вот в буддизме, да, у страдания тоже есть функция, с ней тоже нужно иметь дело, но надо, блядь, как бы от всего отстраниться и как бы все, мы идем нахуй отсюда из этого мира, ну, нахуй вашу сансару, надо как-то, в общем-то, духу эту всю подавить, соответственно, А для того, чтобы это сделать, надо еще и суху, блин, подавить, то есть все негативные влияния будут подавляться посредством отказа от привязанности к позитивным влияниям каким-то, то есть по занижениям наших ожиданий там и всего остального, то есть тут как бы тотальный побег от страдания ценой всего, это вот как Танос со своей перчаткой бесконечности, ценой чего ты это добился? Ценой всего, приблизительно такая стратегия в буддизме, то есть страдания вообще неприемлемо, вот вообще, блядь, неприемлемая хуйня, оно есть, оно отвратительно, оно ужасно, да, есть благие моменты, но они еще усиливают страдания, потому что на фону, потому что общая индийская штука, которую Шопенгауэр в итоге позаимствовал, именно у индусов, у буддистов, у, собственно, этих, как там их, Адвайта, Адвайта, Веданта и всего остального, вот. Потому что счастье усиливает страдания, да, потому что мы, испытывая некие проблики счастья, мы, во-первых, уже адаптируемся к страданию, а во-вторых, мы ожидаем, что в мире все может быть хорошо и классно, и прекрасно, и радужно, вот вы там влюбились в прекрасную девушку, она ответила вам взаимностью, у вас все хорошо и замечательно, вы такой радостный, веселый, веселый, крутой, и такой, ну, ми-ми-ми-ми-ми, да, весь такой. Как же вам хорошо-то по жизни, как же вам заебись, да, но в итоге девушка вас там бросает, умирает в автокатастрофе, вот не увидели бы вы эту девушку и жили бы замечательно, жили бы хорошо, ну, как бы, ну, как хорошо, средне бы жили, средне, а так вы порадовались несколько месяцев, лет, и так далее, а потом всю жизнь, как скотина, будете страдать просто потому, что вас это все убило, так скажем, да, вас это убило, вы там влюбились там на всю жизнь, это было великое счастье, а в итоге оно преобразилось в великое страдание, как-то так. Ну, ничего, наоборот, это вас закалит, делает вас сильнее, лучшее, выше, сильнее, круче, мощнее. То есть здесь, как бы, даже, можно сказать, три стратегии отношения к страданию мы уже, вот, очертили. Христианская, нитшанская, ну и Будда-Шопенгаурская, ну, короче, индийская, индийская стратегия. Пока что три, их можно придумать, наверное, намного больше. Можно придумать больше. Но при этом вот у нас буддийская стратегия, буддийская, индийская, она противопоставляется христианской, нитшанской, где у нас страдание, оно имеет позитивную функцию. Только эта позитивная функция у нитши и у христиан, она расходится просто в противоположной стороне, получается. Потому что страдание в христианстве производит христианина, а у нитши страдание производит, ну, более высокую форму человека, так скажем. Да, еще не сверхчеловек, конечно, но повышает человека по статусу. И вот как-то вот так вот получается. И понитше, вот при нырянии в христианство, это же, наоборот, понижение статуса, получается. Это приближение к слабому человеку, это приближение к человеку с низкими ценностями, вот, к несамостоятельным ценностям, приближение к рабству, как ни странно. То есть две вот такие интересные модели. Ну да ладно. Действительно, вот это правильное утверждение, то, что нет какого-либо логического бога существования такого сути бытия, как воля к власти. По поводу воли к власти, если мы рассматриваем нитши как систему, философию нитши как систему, что тоже, в общем-то, сомнительное предприятие, с одной стороны, потому что сам нитши считал, значит, стремление к созданию системы чем-то неправильным и недобросовестным, но как бы то ни было, то, в принципе, там не должно быть внутри этой системы каких-то логических аргументов за или против, потому что это просто интерпретативная модель, в рамках которой воля к власти или воля к мощи, что на русском языке было бы корректнее так это обозначать, это просто некая предельно абстрактно понимаемая тенденция к преодолению противодействия. То есть это не только воля, не как только свойства, которые вот у людей только может быть, а это тенденция к преодолению противодействия вообще в любом, в любой сфере, в любом контексте. Или как писал сам Нитши об этом, да, что вы, что есть мир в моем зеркале, да, что вы увидите, если вы туда заглянете, мир есть воля к мощи, ничего кроме этого, и вы сами есть это воля к мощи, ничего. Ну и чем это не система уже? Ну давайте так, какие критерии у системы? Ну во-первых, она должна быть постоянно воспроизводимой, да, то есть это какой-то набор единых взглядов. Есть ли у Нитша набор единых взглядов на протяжении почти всей его жизни, карьеры? Начиная с его рассуждения о денисийском начале, да, есть. Просто многие вещи переименовываются, многие эволюционируют, развиваются, но есть какое-то стабильное ядро. Его мировоззрение, которое системно, оно внутри связано друг с другом, но вот логически, нелогически, нелогически связано, но связано. То есть идейно, там, короче, внутренние идеи Нитши, они друг другу не противоречат. Нитши не размышлял по принципу, давайте-ка я исследую вот что-то в этой области, потом что-то вот в этой области, а потом что-то вот в этой области, как, например, философы 20 века, как Фуко, например, какой-нибудь, или как-нибудь Хайдегер какой-нибудь, да, которые просто исследовали некоторые разные вещи внезапно. Нитши сразу составил некое мировоззрение, то есть, ну, по сути, оно внутри, внутренне непротиворечиво, нелогически непротиворечиво, оно представляется как некое единое целое, так скажем, да, его легко представить как некое единое целое, никаких проблем у нас с этим не будет. Оно ощущается как некое единое целое. И ввиду того, что вот это все ощущается как некое единое целое, ну, вполне так себе это, да, философская система. И тут просто вопрос в том, а что мы называем системой и системностью, и, возможно, Нитши имел в виду противоречиво. Может быть, когда рассказывал о том, что он против систем, да, такой афоризм действительно есть, и я о нем, когда у меня была лекция, в которой мы как раз рассматривали Нитши как систематического философа, у меня как раз и упомянут тот момент, что у Нитши этот афоризм существует, но, возможно, Нитши как-то по-другому понимал систему, понимаете, такой нюанс. Чего кроме этого? Вот как бы и все. То есть это во многом такая шопенгаверианская система. То есть тут, если вы хотите какие-то аргументы получить в пользу того, что такая картина мира, она, вот я не знаю, истинна, если сюда применимо это слово, то вам эти аргументы нужно искать не у Нитши, а скорее в мир как воле представления Шопенгавера. Нет. Где он там? Ну, Шопенгавер довольно аргументативный философ, то есть несмотря на то, что он иррационалист, и несмотря на его юристику известную, несмотря на многие другие вещи, Шопенгавер очень хороший аргументатор, прям база, реально прям база. Возможно, возможно, именно благодаря Шопенгаверу пессимистический дискурс в нашем мире, в нашем европейском мире, так скажем, он развит очень хорошо. Просто потому, что Шопенгавер сразу задал неебический темп вот этому самому пессимистическому дискурсу. Так, хуяк и сразу и хорошие аргументы, и позиции, и разъеб оптимистов там всяких, да, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Причем все это наполнено нормальными такими доказательствами, целыми цепочками. Такую хуйню не у всякого аналитического философа увидишь, честно говоря, как у Шопенгавера. Это все при том, что он иррационалист. Нитша в этом плане, он и по стилю иррационалист, и по мышлению иррационалист, но система у него все же есть. На мой взгляд. Она нелогически связанная, она иногда допускает всякую хуйню, то есть всякая хуйня вот в этой системе Нитши, которая внезапно то появляется, то исчезает, она именно что появляется, исчезает, на это можно не обращать внимания. Но основные элементы философии Нитши, они тесно связаны. То есть, окей, было бы неприятно, если бы Нитши, допустим, занимался только моральной философией, а всей остальной не занимался. Ну, тогда бы он, во-первых, не был бы тем самым Нитши, которого мы знаем, а, во-вторых, не был бы системным философом. Ну, или, допустим, Нитши просто бы изобрел вот тот концепт воли к власти, который у него есть, а всеми остальными вопросами, типа вопросов этики, антологии, гносеологии даже отчасти, он бы их тоже не затрагивал. Ну, допустим, ну, было бы такое. Ну, да, действительно, тогда Нитши, во-первых, не был бы тем самым Нитши, которого мы знаем. А, во-вторых, непосредственно у него бы и системы тогда не было полноценной философской. Но у Нитши, как ни странно, у него есть полный набор философских взглядов, философских высказываний по разным темам, и это все тесно связано друг с другом. Это не просто спорадические какие-то всплески интеллектуальной деятельности, как у философов 20 века. Вот. И для меня это, во-первых, для меня систематичность, это наличие философской системы, это главный определитель философа, так скажем, с большой буквы, да, то есть вот человек берет и создает свой философский взгляд, уникальный, целостный, живой, развивающийся, вот, по всем вопросам философии. И он распространяется на всю философию разом, на все области. Есть ли такое у Нитши? Да. Ммм. Если мы берем какого-нибудь Хайдегера, у него такого, ну, на мой взгляд, нету. Хайдегер как раз работает по принципу, так, сейчас я ебну вот здесь, потом я ебну вот тут, потом ебну здесь, ну, это как-то, может быть, и связано. Ну, короче, целостной картины философии у Хайдегера нет, на мой взгляд. Он многие темы даже не думал прорабатывать. Ну, или, по крайней мере, я просто не считал тексты, где он об этом думал. Вот. Как-то так. У Гусселя та же самая тема, кстати, на самом деле. У Брентана та же самая тема. Брентана, Гусселя и многие другие, они концентрируют свое внимание на каких-то конкретных философских проблемах. Ну, например, Брентана, ну, лекция, о котором у нас будет в ближайшее время, он концентрирует свое внимание, прежде всего, на феноменологии. Интенциональность отсюда следует. Опять же, феноменология — три типа феноменов, которые Брентана, собственно, описывает. То есть, непосредственно представление, непосредственно, собственно, суждение и непосредственно эмоции. Там, не знаю, любовь-ненависть, как он это описывает. Короче, три типа. Это первое. Во-вторых, у него есть работы по логике, насколько я понимаю. Ну, и есть работы... Ну, есть работы. Короче, он о психологии еще рассуждает. О психологии как о эмпирической, строгой, там, все дела науки. И он пытается отделить психологию от других дисциплин по принципу того, что естественные дисциплины исследуют физические феномены, а психология исследует внутренние феномены, ну, или психологические феномены, или как-то там их можно по-другому назвать. Ну, вот что-то вот такое. Здесь Брентана, несмотря на то, что это великий человек, который повлиял на значительную часть философов с маленькой буквы XX века, он тоже сам философ такой с маленькой буквы, получается. То есть не Ницше. У него нету полного спектра представлений обо всех областях философии. Это человек, который достиг больших результатов именно вот в одном каком-то, в одном, двух, трех, четырех, пяти, десяти некоторых таких вот серьезных направлений маленьких, да. Но это все равно значительно, это все равно важно. Из этого, кстати, можно было бы породить и полноценную философию в итоге, но она не породилась в конечном итоге. И Ницше явно отличается и от того же Брентана, и от Хайдегера, и от Витгенштейна, которого тоже, ну, с системой не задалось, на мой взгляд. Как-то так. Рассказывает про то, что когда паук, он начинает плести свою паутину, у него нету там какого-то плана четко, в общем-то он просто повинуется, как его это своей жизненному порыву, когда он все-таки делает. Каких-то теоретических, теоретических выводов, которые можно озвучить, и вот человек досконально поймет, про что идет речь. Ну, вот так вот. Не, понять-то можно, о чем идет речь? Ну, понятие, я бы сказал, довольно-таки сложно понять. Смотри, тут еще параллельно с этим Ницше важно помнить, что он иррационалист. Ну, у нас есть два известнейших шопенгауэра и Ницше. И если мы берем Шопенгауэра, то Шопенгауэр, он как бы... Шопенгауэр, да, рационалист. Рационален, он очень рациональный иррационалист, он очень много доказывает по факту. А Ницше надо... Но даже вот случаешь... Да, Ницше, он не аргументативен. Шопенгауэра, ну, я бы сказал, нет такой логической цепочки. Ницше не унижает себя тем, чтобы кому-то что-то доказывать. Есть такое. Не, ну, с другой стороны, у него есть рассуждение генеалогического характера. И для Ницше это, наверное, одна из наиболее убедительных вещей, которая, может быть, это генеалогия. То есть, вообще, в принципе, когда Ницше оценивает и людей, и идеи, для всего этого важна генеалогия, получается. Да, то есть, с одной стороны, мы смотрим, вот человек, вот у него кто? Кто папа? Кто папа там у него? А папа бомж, нахуй. А кто мама? Мама проститутка, блядь. А кто у нас в итоге, получается? Чмо и лох. Даже если это известный, богатый, прекрасный, замечательный человек, он чмо, блядь, и лох, как бы, да? Ввиду такой ужасной генеалогии. То же самое с идеями, буквально. Вот был Сократ. Сократ, чмо, лох и вообще ничтожество. Все, что пошло от Сократа, это Платон, это Аристотель, это все остальные, ну, они унаследовали упадок сократовский. Ну, и поэтому философия пала. Начиная с Сократа, Платона, Аристотеля. То есть, смотрите, да? Большинство людей, которые в философии занимаются, они вам обычно будут говорить о том, что с Сократа, и тем более с Платона, Аристотеля, философия-то на самом деле только началась. Эфалес, это да, что-то там было, это какое-то историческое прото-начало философии, а вот с Аристотеля и Платона философия-то только начинается. Ну, понише она там заканчивается, на самом деле. Нормальная настоящая философия, серьезная, где были великие люди, десократики. Она заканчивается на Сократе, Платоне, Аристотеле. Начинается упадок. И это очень генеалогично, что самое главное. И Ниши будет вот этим историографическим взором, он на все смотреть, и для него это убедительно. Для него это убедительно. То есть, сказать, что он вообще не аргументативен, такое себе, ну, блядь, я здесь не то, чтобы критикую Ежа. То есть, у него есть какие-то доводы. Иногда очень интересные доводы. Иногда серьезные доводы. Иногда доводы, которым интересно вот их поисследовать, как-то к ним отнестись. Но они не выражены в аргументативной форме, как это у Шопенгауэра. Шопенгауэр просто вот буквально, если вы, если вы, в общем-то, знаете, что такое аргументация, вы просто читаете текст Шопенгауэра, вот он не пишет первая-вторая посылка, это не Андрюха Лемон, он не настолько ебнулся. Да, он просто как бы пишет вот одно предложение, второе предложение, блядь, третье предложение. И ты такой, это первое предложение, первая посылка, второе предложение, вторая посылка, потом вывод. Вывод становится посылкой для следующего какого-то рассуждения, потом выводится еще одна посылка, из этого тоже делается вывод. Шопенгауэр, ну, вообще, и неудивительно, что он мог это делать, просто потому, что у него его первая работа, за которую ему докторскую как раз дали, ну, PHD имеется в виду, она как раз о законе достаточного основания, о четверяком корне достаточного основания, это как бы, ну, логическая работа, по сути. Ну, может быть, она... Ну, ладно, она не чисто, возможно, логическая, она между антологией и, собственно, антологией, эпистемологией и логикой, так скажем, обитая, то есть смежная работа, да, такая вот. Но все же, логическая компонента в этой работе очень важна. Неудивительно, что Шопенгауэр, собственно, неплохо мог рассуждать, очень круто мог рассуждать на фоне других философов, и он был силен в этом, совершенно не странно. В общем-то, у Ницше все по-другому. Ради чего жертвуют воины? А вообще, по сути, хорошие воины, ради чего они жертвуют своим темам, получая увечья? Они ради ярости... Насчет того, что если ты ради себя и жертвуешь, что это докадентство, ну, это контрится тейком самого же Ницше о том, что высшая душа чтит саму себя, и как бы как раз высшая категория субъектов, ну, и, кстати, с праведливой стороны, не только они, это не то, чтобы какая-то отличительная черта сверхлюдей, они как раз жертвуют во имя своих идеалов, всем, включая, могут пожертвовать также своей жизнью. Это то, что у Ницше по ту сторону добра и зла написано. Поэтому я, если честно, не знаю, откуда... Сакрамар, мне кажется, он пытается импровизировать, но он далеко не все книги у Ницше читал. Ну, я многие книги у Ницше читал, но я не все помню наизусть тоже. Вообще, в принципе, знаете, иногда убер-маргинал и ежесармат говорят таким образом, как будто бы то, что читал, не читал, это как бы ты взял, прочитал и наизусть запомнил. И ты просто дословно можешь воспроизвести как будто бы. Но это же не так. Иначе, иначе, иначе было бы практически бессмысленным существование людей, которые всю жизнь занимаются исследованием какого-нибудь Ницше, или там какого-нибудь, вообще любого философа, автора. Просто, ты просто взял бы, прочитал, не знаю, всего Ницше, и ты наизусть всего Ницше знаешь, и можешь там, не знаю, им легко манипулировать, и все что угодно о нем говорить. Это же не так работает, блядь. То есть, если бы это работало так, было бы значительно проще. Причем обвинения в духе читал-не читал, они очень плохи, просто в том плане, что Сакрамар, мне кажется, прочитал и прочитал много. Просто уложить это в голову непросто. Что-то запомнилось, что-то не запомнилось, немножко перемешалось. Это в целом нормально, если ты не очень внимательно читаешь. Тем более, я опять же, я скажу, что я прочитал огромное количество книг, но чтобы прям, знаете, хорошо их прочитать, я прочитал куда меньшее количество книг, именно что хорошо. Я всегда боролся, так скажем, за некое такое, знаете, широкое образование, в каком смысле, широкое образование, то, что мне, безусловно, нравится, да, знать о многом разное, о разных учениях, течениях, направлениях, но такой вот заход, он сразу же мешает взять и изучить что-то конкретное глубоко. Ну и Ницше, один из тех авторов, которых я изучил глубже, чем других, и все равно я не знаю его досконально глубоко. Потому что я не Ницше вед, потому что есть много нюансов, потому что есть много рецепции, интерпретации, есть определенная история споров о том, собственно, что, где, когда у Ницше является правдой, там неправдой, что он реально думает, не думает. Ну, вы понимаете. Ну и в этом плане, да, было бы очень круто, если бы ты мог просто взять, знаете, так, посидеть, тебе надо было, ну, допустим, там, два дня посидеть над книгой, ты реально сидишь два дня, и такой, ты ее, блядь, наизусть запомнил, и все круто. Нет, ты можешь прочитать книжку, даже месяц ее читать, как я читал науку логики, два месяца вычитывал. Нихуя, ну как нихуя не понять? На самом деле, ну, да, наверное, нихуя не понять, нихуя не запомнить, и только потом уже посредством некоторых материалов статей дополнять себе вот эту вот картину о том, что в этой, собственно, науке логики было. Ты не можешь прочитать все и запомнить наизусть буквально. Это, оно так не работает. В принципе, память так не работает, к сожалению. И, например, опять же, когда я читал Ницше, почему я на Борджу не обратил внимания? Потому что, блядь, ну, Борджа, ну, какая-то историческая хуйня, что я не знаю? Что я в 18 лет знал о Борже? Да и сейчас что я знаю о Борже? Это нихуя я особо не знаю. Ну, был такой. Был такой человек, окей. Все, что мне неизвестно, ну, то есть, знаете, есть... Можно было бы еще поступить более основательно. То есть, взять, вот, Ницше упомянул Борджа. Хорошо. Прочитать, кто это основательно ознакомится. Но, опять же, если так читать Ницше, же хуеть можно. Ну, буквально. То есть, ты читаешь Ницше, он там ссылается на Канта. Чтобы продолжить, надо прочитать Канта. Кант там ссылается на какого-нибудь Декарта, блядь. Читаем полностью Декарта. И так до бесконечности. Хотя, отчасти, я такой путь и прошел. Но это было по основным каким-то персональным философии. Понимаете? Но, например, то же самое со всеми историческими персонами. Вообще, с каждой собакой, которую Ницше упоминал в своих текстах, простите за собаку такую, да, с любой, с любой человеческой многоножкой, в общем-то, да, взаимодействовать таким образом было бы, ну, невозможно. Ну, просто слишком, слишком вкрачивая чтение. Мне действительно пришлось бы быть тогда Ницше ведом в каком смысле. Я никогда не претендовал на звание Ницше веда. Знатока Ницше. Мне это никогда не было настолько интересно. Даже когда я в каком смысле был Ницшеанцем, но около там года, полугодия, я не был настолько погружен. И потом я начал читать других философов, и меня сильно размазало по разной философии, включая там, не знаю, китайскую, индийскую. Вообще всякие такие интересные раритеты. Мне стали более интересны как раз раритетные разные учения. И то я, опять же, не скажу, что я, знаете, сходу вам могу пересказать учения разных неоконфуцианств. Я знаю, где искать. Я знаю, как это оформить. Я знаю, как сделать, чтобы было круто. Я вам лекцию приготовлю охуенную про средневековую китайскую философию. Это будет очень пиздатая лекция и очень уникальный контент для Ютуба. Вроде бы такого даже близко нету. Прям вообще база базированная будет скоро. Но это не значит, что я знаток в нео-даосизме. Я на самом деле, на данный момент, я у меня одного имени не вспомню нео-даоса. Я приблизительно помню, что там, блядь, у них было. Очень абстрактно помню, что у них было. Это, во-первых, переход в такой религиозный даосизм, если Джоанзе и Лаудзе — это прежде всего такие вот своеобразные философские даосы, до того, как появились там, не знаю, сколько-то там небесных наставников. Эта вся хуйня с бессмертием тотальная. Причем, если у Лаудзе и Джоанзе мы можем нащупать сегменты с желанием долголетия, у Янзе мы можем нащупать вот эти вот сегменты с долголетием, где они хотят дольше жить и чтобы до них не доебывались, да, и все такое, то уже в более позднем даосизме, в нео-даосизме, мы нащупаем как раз черты даосской алхимии и внешней, и внутренней. Внешняя алхимия — это когда вы применяете, когда вы жрете ртуть буквально и умираете. Да. А есть духовная алхимия, когда вы с помощью разных медитаций внутри себя якобы перемешиваете какие-то вещества. Это внутренняя алхимия, она такой аспект духовных практик на себе носит. Ну просто даосы в один момент поняли, что ты, ну когда ты, блядь, киноварь хуяришь в рот себе, кушаешь киноварь, даже в маленьких количествах, даже перемешивая ее с каким-то говном, ну ты довольно мучительно умираешь, соответственно. Этого не особо хочется. И было несколько прецедентов там со смертью императора, например, и все такое. Ну и эта хуйня постепенно на нет начала нисходить. И в принципе так называемая внутренняя алхимия стала доминировать в этих течениях. Короче, здесь-то все понятно. То есть я в общих чертах себе представляю, что там делать, но я не являюсь специалистом в этих темах тоже. Но знаю, где искать и как об этом рассказать, если что. То есть скоро будет хорошая лекция, это прекрасно. Ну и память, она не работает таким образом, что ты воспроизводишь досконально тот текст, который ты читал. Я в Энью Ланя, например, где вот китайская философия, краткая история китайской философии, один из самых лучших текстов для того, чтобы начинать изучать философию Китая. Я его читал раз пять, наверное, но я его не помню наизусть. И имена китайских философов я тоже не помню наизусть. Окей, Комфуция, окей, Мо Цзы, окей, там, я не знаю, Пао Пу Цзы какой-нибудь. Возможно, Ши. Это понятно. То есть я помню фундаментальных, вот этих самых первых, самых важных философов. Я помню там всяких Джуси, там, я не знаю, Ван Янмина. У них прям очень особенное и интересное учение. Я помню некоторые школы китайского буддизма. Хуэйхуэйнянь, блядь, или как она там называется. Чань, понятно, соответственно. Школа чистой земли, тоже понятно, помню. Да, и приблизительно содержание, вот, очень поверхностно помню. Но, опять же, это все находится на уровне того, что, ну, блядь, а сколько лет я это не изучал? Ну, даже Сакрамара, если только-только прочитал, это же не значит, что он прям, знаете, хорошим академическим чтением, желая стать специалистом в данной области. Опять же, тут важно понимать, что Ежи-то он хорошо Ницше прочитал. Ежи хорошо прочитал Ницше. Это правда. Очень основательно. Хотя, с другой стороны, Ежи очень плохо прочитал, например, того же Штирнера. Ну, вот, тоже, да. Сказать, что Ежи не читал Штирнера, я, например, не хочу. Хотя, может быть, он не читал Штирнера. Может быть, он не читал Штирнера, кстати, возможно. А, может быть, и читал, но прочитал очень плохо и предвзято, например. И Штирнер он трактует довольно так себе. Короче, сам факт того, что человек читал или не читал, он, как бы, такой. Не надо об этом, наверное, распространяться. Как Великий Ларин говорил, восемь книг названий не помню. Кстати, я даже честно могу сказать, что я колоссальное количество книг прочитал, и, наверное, половину названий этих книг я уже не помню. Просто потому, что когда это, блядь, было? И когда я об этих книгах вспоминал? Понимаете? Тут еще вот такой нюанс. Еще помнить надо, что ты их читал. Особенно, ну, блин, к сожалению, в философии это работает втройне, просто потому, что, ну, блядь, я не каждый день Гусарля вспоминаю, честно говоря. Ну, я читал много текстов Гусарля, но я их не вспоминаю каждый день. С Ницше попроще, особенно, когда я стримить начал, потому что мы про Ницше очень много начали говорить. Почти сразу. С Лосевым отчасти попроще, потому что мы Лосева обсуждали несколько раз на стримах, то есть не так давно это было, приходилось возобновлять в памяти информацию об этом. А с многими другими философами намного сложнее ситуация обстоит, но просто память так не работает. И очень стрёмно, когда люди, знаете, которые специализируются на той или иной теме, они начинают упрекать кого-то, кто что-то... Блядь, сейчас я сам себя подлавливаю на том, что я всем говорю, что они не читали секста Эмпирика. Ну да, ну да, понятно. Да, конечно. Это из художки работает, из философии. С другой стороны, блин, я тоже человек, который упрекает людей в том, что они не читали секста Эмпирика, но там немножко другой сегмент, там просто на первой странице всё написано. И очень обидно, когда человек не просто что-то говорит про скептицизм, а прямо вот критикует и думает, что он разъёбывает скептицизм, и при этом его положение противоречит буквально первой странице перроновых положений секста Эмпирика. Вот это... это катастрофично, на самом деле. И рекомендация для любого критика, если вы хотите критиковать скептицизм, открывайте перроновое положение секста Эмпирика. Первые 10 страниц, они просто для вас. Если вы поймёте эти 10 страниц, это вообще-то не очень много. Можете попробовать покритиковать скептицизм. Как бы вот... Это... чит. Чит-код я вам даю. Супер чит-код. Только надо реально внимательно понять, ознакомиться. Можно прочитать мои статьи по разъяснению, можно прочитать статьи разъяснительные Дмитрия Гусева, у него хорошие статьи по скептицизму. Вот. Ну, секс Эмпирик это не Ницше? Ну, не, я просто говорю об этом. Да и Ницше хуже секс Эмпирика в плане того, что секс Эмпирик очень понятно пишет. Ницше метафорами распространяется очень часто. Ницше распространяется метафорами. Ницше у него очень богатое, вот такое богатое древо интерпретации идет после Ницше. И это не случайно. Вот так вот. Потому что у него такой более трезвый и приземленный взгляд о мире. Как писал Ницше, не верьте всем, кто говорит о надземных вещах, а не отравители, вне зависимости от того, знают они или нет. То есть вот такой циничный релятивистский взгляд на вот эту вот картину разных культур со стороны Сакрамара как раз представляет его ницшеанцам в гораздо большей степени. То есть Шадов, мы же не спорим, кто из нас ницшеанец. Романтик. Я не романтик. Романтизирует вот эту всю философию и культуру. Я не романтизирую, я говорю, на чем базировался Ницше. Я рассказываю, на чем Ницше базировался. Какие-то экзотические. А Сакрамара это ницшеанец, который говорит, что нет, ваши боги все умерли. И вообще-то фальшивые боги. Миром правят подлость, цинизм, короче, и прочее. Идет спаситель. У нету спасителя, у Ницше нету спасителя. Тебе никакой сверхчеловек спасать не будет. Таких слов нет, но смотрите-ка, а и спаситель не будет никого спасать. Он будет судить. Так он и судить. Чего, блядь? А где это написано-то у Ницше про судить? А этот, видите, мне кажется, что восхождение сверхчеловека, ну, явно, миропонимание Ницше, оно будет связано с жертвами людей. То есть, чтобы... Где об этом почитать, вот обо всем? Сверхчеловека устаканилось, явно, что тот сверхчеловек должен кого-то упразднить для осуществления своей волоси. Я считаю, что то, что... Но это домыслы какие-то. Говоришь, возможно, но не обязательно. Следую. Ну, это как бы действительно так. Ну, я вот... Да, действительно так, потому что у Ницше нигде такого не написано. Там сверхчеловек придет, чтобы всех судить, блядь. Не, ну, какой-нибудь конкретный сверхчеловек отдельный мог бы, наверное, заниматься такими вещами. То есть, поэтому я говорю, это вероятно, вот, но не обязательно. Вероятно, но не обязательно, потому что, ну, а что бы сверхчеловеку помешало прийти и судить некоторых людей каких-нибудь? В принципе, ничто не помешало бы ему судить других людей, да? Ну, просто сверхлюди в целом потенциально разные создания, да? То есть, довольно разными интересами, подходами к жизни, скорее всего, да? У которых разные моральные ценности и не только моральные, если что. В общем, это очень разные люди. Ну и поскольку эти разные люди, они такие разные внезапно, да? Один из них может реально судить, другой из них, наверное, может реально убивать. Там кто-то может быть Антоном, блядь, Чигуром, там, не знаю, Чевенгуром, там, и всеми остальными и мочить людей. Может быть, не исключено, да? То есть, другой из них может там, не знаю, художником быть прекрасным, замечательным, свободным от разных ограничений и всего остального. Третий там может, четвертый, пятый может быть, я не знаю. Кем угодно, короче. Сверхчеловек может быть кем угодно в данном случае. И проявляет себя довольно по-разному. В этом его фишка. Как раз. То, что он будет судить, пятый Гитлер, не, Гитлер слишком, наоборот, присентиментарен. Анализирует труды. С другой стороны, какой-нибудь сверхчеловек, если он окажется у руля правительства, может быть, он мог бы и войну какую-нибудь начать. В том числе, мировую. Тут запрета-то тоже нет. Ницше вам не запрещает. Понимаете? Интересно, что бы сказал Ницше, прожив еще лет 50 в добром здравии, так он, блядь, всю жизнь жил в добром здравии, по факту. Ну, ладно. Когда увидел бы, что его засыпающая Европа напилась досыта в крови в языческом упоении, пишет Лес Дремочий. Ну, мне кажется, если бы Ницше был в добром здравии, во-первых, было бы куда сложнее использовать его работы для пропаганды национал-социализма, хоть в каком-то виде, блядь, хоть в каком-то виде. Просто потому, что я, на самом деле, я, в принципе, вообще не понимаю национал-социалистов и Ницше, вот эта тема, просто потому, что как, блядь, можно признать Ницше каким-то источником национал-социализма. Просто для меня это фантастика, для меня это магия, для меня это какое-то нечто, потому что, ну, достаточно взять и прочитать несколько книжек Ницше, чтобы просто сразу же столкнуться с антисоциализмом, антинационализмом, блядь, сразу же, радикальным виде, оправданием евреев на фоне христиан там, да, то есть признанию некоторого превосходства евреев над христианами, оно там есть, даже превосходство евреев над немцами, блядь, там иногда это тоже попадается такое, да, то есть вы, блядь, представьте, насколько надо быть с Айджаком Куколдом, будучи национал-социалистом при этом, чтобы, прочитав Ницше, сказать, о-о-о, да, да, блядь, оно самое, у-у-у, да, мы по Ницше сейчас будем, блядь, вершить великую нацистскую революцию, блядь, я не знаю, это же смехотворно, не, Ницше бы охуел, во-первых, во-вторых, я думаю, Ницше вел бы такую пропаганду, либо писал такие вещи, за которые бы его нахуй посадили бы, он, скорее всего, в лагере где-нибудь оказался, причем, дело даже не в том, что во время войны, я думаю, просто вот во время прихода Гитлера к власти уже буквально, да, задолго до войны, он бы уже, я думаю, имел большие проблемы с тем государством, которое тогда было. Я в целом вряд ли себе представляю, что хотя Ницше мог бы быть не в Германии в тот момент, он же по Европе катался, там Вена, все дела, все такое, ну, скорее всего, он был бы не в Германии, во-первых, он, скорее всего, был бы не в Германии, это почти наверняка, какое-нибудь другое место съебался бы по-любому, как он любил, там, где воздух почище, получше, ну, и вот, было бы как-то так, ну, писал бы всякую хуйню про немцев, скорее всего, про их рессентименты, и так далее, так далее, так далее, про упадок немецкого народа, скорее всего, бы писал, он бы тогда очень пожилым был бы, если бы он прожил еще 50 лет, это очень почтенный возраст был бы, честно говоря, насколько я понимаю Ницше, мне кажется, он бы прям был бы одним из тех, кто ярче всего выступал бы против национал-социализма, причем я опять же также дополнительно замечу, что для той эпохи подобного рода тенденции, социалистические и националистические, они были довольно распространены и популярны, то есть, это не то, чтобы, знаете ли, как бы, ну, вы поняли, короче, Ницше выступал против мейнстрима в данном, в данном вопросе, точно, и такое выступление его, скорее всего, бы, ну, заставило выступать и против национал-социализма, и он был бы, безусловно, против, был бы, безусловно, против всего этого, да и против коммунизма, конечно же, он был бы, то есть, вообще-то, что же представить, что Ницше за коммунизм, да схуя, схуя ли, он был, он был против коммунистов еще до того, как это стало мейнстримом, так скажем, то есть, вот такое, так все то же самое, то есть, такой же, по многим вопросам, Ницше действительно довольно прозрачен, потому что, ну, его разъеб социалистов, вообще-то, и националистов, в том числе, он, ну, известен, так же, он относился к этому так же, как он относился к социалистам и националистам, в то время, когда он об этом, о них высказывался, ну, тут смотри, нельзя залезть в голову каждого конкретного революционера, но тут именно вопрос в том, насколько тот или иной революционер был искренним вот в своем стремлении к каким-то эгалитарным принципам, то есть, если это были искренние коммунисты, там, марксисты и так далее, то да, и шансами мы их назвать не можем, вот, не то, что сверхлюдьми, если же это были циничные люди, которые прекрасно понимали, что это просто хуйня из-под коня квазирелигиозная, но просто они использовали эту идеологию для каких-то своих целей, то да, это, конечно, уже совсем другой кейс, совсем другая история, то есть, сверхлюдьми это их, конечно, не делает, но это... Но есть потенциал, так скажем. Делает их, значит, гораздо более цельными и опасными личностями, чем просто какие-то наивные дурачки, которые уверовали в какие-то революционные идеи и побежали куда-то. Ну, стой, а вот опасными и не опасными, я здесь, честно говоря, не знаю, как по мне, опаснее всех как раз дурак, который полностью уверен в том, что он делает. Как мне кажется, человек, который понимает, что происходит, да, который понимает, что он манипулирует, мне кажется, у него все-таки в большинстве случаев будет куда больше сострадания. То есть, человек, который искренне верит, что он борется за священную, прекрасную, могущественную, хорошую, лучшую цель и сделает мир лучше, очевидно. Да, вот дурак, он как раз может из такого фанатического напора, взять и хуйни такой натворить, что просто охуеете. Дурак в этом плане и лоб себе расшибет, и тебе расшибет лоб, и всем расшибет лоб. А шанс на то, что человек, который все продумал, у него есть планы, он его придерживается, так скажем, ну, все-таки отступит, потому что поймет, ну, блядь, ладно. Наверное, вот это того не стоит. Наверное, мои миллионы, мои миллионы, они здесь не особо мне это помогут. Потом я буду, блядь, еще вспоминать, как из-за этих миллионов умерло огромное количество людей, при том, что я все это осознаю, да, то есть это дополнительно надо быть еще и полностью аморальным во всех смыслах. Практически никакой морали, наверное, не придерживаться, ну, или какой-то очень особо извращенной морали придерживаться. что-то испcareя 의�umbль может быть если что-то компания, там из-за этих миллионов, поэтому я спережь Probably доrats. Ну, например, как с вами możа ي Weber, Продолжение следует...